Добрый вечер! Более ста экспонентов. Широкий спектр товаров народного потребления от продукции производственно-технического назначения до продуктов питания. Заключение ряда договоров и контрактов. Самая масштабная региональная выставка ярмарка «Брест. Содружество 2014» и «Седьмой инвестфорум» завершили свою работу. Защитить белорусский рынок товаров и услуг, развивая его и делая таким, чтобы он обеспечивал не только потребности населения страны, но и давал возможность зарабатывать валюту за рубежом. Вывод сделан участниками Совета предпринимательства, который прошел на Брещене с участием Петра Прокоповича. Чернобыльская катастрофа по сей день в памяти людей. На Брещене прошли мероприятия, приуроченные ко дню чернобыльской трагедии. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Открытие в области международной выставки ярмарки «Брест. Содружество 2014» – главная экономическая новость недели. Организаторами этого крупнейшего регионального мероприятия уже в 15-й раз выступают Брестский областной исполнительный комитет и национальный выставочный центр «Белэкспо». Экономический форум – яркое событие жизни Брестского региона и страны в целом. О выставке «Содружество 2014» и о мероприятиях, которые прошли в ее рамках, первый материал итоговой программы. «Брест. Содружество». Эти слова уже на протяжении 16 лет являются своеобразной визитной карточкой Берестейщины. Об этом форуме знают не только в Синеокойно и далеко за ее пределами. Наверное, посчитать, сколько участников посетила выставку за эти годы и в качестве гостей, и в качестве экспонентов достаточно сложно. Но то, что эта цифра будет с несколькими нулями, очевидно. В этом году более 130 компаний подтвердили свое участие в столь масштабном региональном форуме. И пристальное внимание производителей обоснованно можно показать свою продукцию, товары, услуги, так сказать, лицом. Инвестиционная политика и приоритеты экономического развития Брещины позволяют сделать это на довольно высоком уровне. «Брестское Содружество» называют форумом презентации возможностей. «Значение ярмарки невозможно переоценить, потому что как раз она дала толчок в направлении той же модернизации, которую наша глава государства все время говорит, что надо заниматься модернизацией, надо заниматься усовершенствованием технологии производства той или иной продукции. И самое главное, чтобы она была качественной и конкурентно способной по цене. Поэтому именно ярмарка в этом плане дала очень огромный толчок». На три дня город Брест стал центром деловой активности. Делегации из Литвы, Польши, Украины и России и других стран ближнего и дальнего зарубежья прибыли не только для того, чтобы просто посмотреть на то, что предлагает белорусская промышленность, но и в частности, что может предложить ее достаточно сильный сегмент, как Брестская область. «Выставки, какие бы они ни были, большие и маленькие, они всегда приносят какой-то для предприятия результат. Даже если на данном форуме, на какой-то выставке не подписан какой-то контракт, но выставку посещают не только представители оптовой торговли, промышленных предприятий, послы или кто-то, представители каких-то республик, но в основном выставку посещают потребитель, то есть покупатель именно нашей продукции. И именно на выставке он может полностью ознакомиться с ассортиментом, что-то уточнить у работников, которые работают на стенде, взять рекламный материал». «Производим мы тепловую технику и сельскохозяйственную технику, зерносушение, разбрасывание, удобрение. Сегодня мы хотим представить новинки продукции. В первую очередь, это у нас унициальное средство повышенной проходимости, бухт 1200, которое пользуется спросом в сельском хозяйстве. Это для разбрасывания удобрений, для покоса трав, для обрызгивания растений. То есть тогда, когда у нас распутье, когда обычное транспортное средство, трактор не может выехать на поля, то есть сейчас распуться». «Ведущие предприятия пищевой промышленности, деревообрабатывающие, мебельной, строительной отрасли – это лишь малая часть из того, что по-хозяйски продемонстрировал глава региона Константин Сумар гостям форума. Изобилие качества представленного поразительное. Но за всем великолепием экспозиции стоит вполне прозаичный экономический интерес, налаживание партнерских связей, расширение рынков сбыта, продвижение своей продукции. На седьмом инвестиционном форуме многочисленным гостям был представлен экономический потенциал и инвестиционная политика Брещины, которые могут привлечь иностранных инвесторов». «Достаточно сказать, что за эти три года на эту пятилетку у нас заключены договоры инвестиционных на сумму более 14 триллионов рублей. Уже только по прошлому году, если взять, мы освоили 760 миллиардов рублей, а за эти два, не помню, три года мы более триллиона. Поэтому идет работа хорошая, эффективная, и она используется, используется этот форум для дальнейшего расширения возможностей наших, в том числе экономических». «Обязательно нам возможно найти хороший проект прямо, инвестиция здесь. Потому что я знаю, что здесь есть технопарк и есть свободный экономический район. Ну вот эта политика для нас очень удобная и хорошая». «Для посетителей выставки «Содружество-2014» и участников инвестиционного форума представленная возможность увидеть, услышать и воспользоваться тем, что предлагает Берестейский край. Но стоит отметить, что помимо демонстрационных целей и ярмарка, и форум имеют и более практическую. Они являются перспективной площадкой для деловых встреч и установления новых выгодных контактов». «Мы сегодня можем предложить инвесторам более 200 тысяч квадратных метров неиспользуемых объектов государственной собственности, которые расположены на всей территории Брестской области. Есть объекты от 50-100 квадратных метров до объекты площадью 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, мы можем сегодня предложить ряд интересных предприятий для приобретения акций в частную собственность, так называемую приватизацию. По крайней мере, сегодня мы представили здесь на форуме 10 таких проектов. А в целом у нас более 200 акционерных обществ, поэтому по любому из акционерного общества, так как и было доведено главой государства, мы можем рассматривать вопросы и предложения по инвестированию в развитие этих предприятий». «Я однозначно могу сказать, что мы будем развивать, вот сейчас мы обсуждали, это проект «Водный путь» из Черного моря в Европу. Есть, вы знаете, река Дунай, а есть Днепр с выходом на Брестскую область, с выходом на Польшу. Мы готовы сюда будем и вкладывать и финансы, и вкладывать металл наш для развития этой темы». «Бреста Дружества-2014» проводится на Брещене уже в 16-й раз. В седьмой раз инвестиционные форумы каждый год именно наш, Полесский край, становится для многих участников форума территорией новых возможностей для развития внешнеэкономических связей и увеличения объемов экспорта. Влияние частного бизнеса на экономику нашей страны с каждым годом только усиливается. Немало способствует этому и проводимая политика, направленная на стимулирование инициатив по созданию белорусских товаров и услуг. Ассортимент отечественной продукции расширяется. Все чаще уже не благодаря слогану «Купляйте белорусское», а только исходя из собственных предпочтений белорусы и гости синекой выбирают на полках магазинов наши товары. Все это, безусловно, говорит о положительной тенденции в данной сфере, но без проблем пока обойтись не удается. Об этом и многом другом и говорил вице-премьер Республики Беларусь Петр Прокопович, посещая накануне берестейские предприятия. Такие направления экономики имеют резервы развития как внутри страны, так и на экспорт. И почему, вывозя валюту за границу, не стоит надеяться на хороший уровень жизни в нашей стране? Ответы на эти и другие вопросы в материале нашего корреспондента Анастасия Стропко. Защитить белорусский рынок товаров и услуг, развивая его и делая таким, чтобы он обеспечивал не только потребности населения страны, но и давал возможность зарабатывать валюту за рубежом. Такое поручение накануне дал органам власти, предприятиям и бизнесу глава государства Александр Лукашенко. Эта тема и стала ведущей на заседании Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь, которая состоялась накануне на Брещене. Сегодня доля частного бизнеса в некоторых отраслях экономики достигает рекордных показателей 80-85%. Именно негосударственные предприятия первыми активно откликаются на запросы потребителей и идут в ногу со временем. А потому именно частники могут и должны стать той самой опорой и основой современной экономики. Очень много успешных предприятий, и мы видим это по результатам работы, потому что если взять бизнес, мелкий бизнес, средний бизнес, в принципе у нас получается, что до 30% уже сейчас бюджетных наполнений области мы получаем с этого сектора экономики. И надо сказать, что и около 40% товара на экспорт тоже идет именно от малого и среднего бизнеса, поэтому это уже само собой показывает, что у нас немало таких предприятий, которые успешно развиваются. Успешный предприниматель – это человек, который не на словах, а на деле показывает, как нужно хорошо и продуктивно работать, выстраивая по кирпичику залог будущего благополучия. А потому в программе заседания совета немалую часть времени заняло посещение берестейских предприятий. Первым в маршруте было открытое акционерное общество «Савушкин продукт». Уже не первый год это молокоперерабатывающее предприятие на личном примере демонстрирует справедливость постулата о том, что не только переработать сырье, но и продать готовую продукцию тоже нужно уметь. И успешность их работы много лет подтверждается как государственными наградами, так и народной любовью. Залог успеха – труд, труд и еще раз труд. Не покладая рук, мы работаем круглые сутки, 365 дней в году, 24 часа в сутки. У нас все цеха работают круглосуточно. Все производства, что в Бресте, что в Пинске в столе. Поэтому, естественно, тяжеловато, но тем не менее, я считаю, что это дает положительный заряд людям. Во-вторых, это все подкрепляется заработной платой. И люди понимают, за что работают и для чего работают. Не случайно в список попали и Гефест техника, и швейное предприятие «Панда». На протяжении многих лет эти компании, специализируясь на выпуске разной продукции, работают по схожим принципам. Создают качественный и востребованный товар, который продается не только на белорусском рынке, но и за рубежом. Здесь выпускаются плиты электрические, газоэлектрические, газовые плиты, настольные с духовкой, без духовки, встраиваемая техника, вот духовки, духовые шкафы стоят в зале и воздухочистители. На сегодняшний день в пределах 150 модификаций только напольных плит, которые выпускаются на данном предприятии. Зато это позволило расширить узкие места производственных мощностей и дать возможность перейти на поточно-массовое производство на головном заводе. В результате мы смогли, начиная с 2011 года, выпускать по 950 тысяч плит напольных в год. Это можно, если для сравнения вам скажу, на сегодняшний день такие объемы выпускают все заводы Российской Федерации. Примеры хорошо отлаженных и уверенно развивающихся производств – прямое доказательство того, что в нашей стране можно и нужно создавать свои предприятия и выпускать свою продукцию, которая без сомнения будет востребована. Это самый простой и в то же время самый надежный способ защитить свою экономику. Выбирая не белорусский, а иностранный товар, покупатель поддерживает и развивает чужие предприятия. Только в прошлом году из страны вывезли более 7 миллиардов долларов, закупая потребительские товары. Еще около 3 миллиардов белорусы оставили в Польше. А ведь все эти деньги при иной насыщенности белорусского рынка могли остаться в стране и работать на развитие нашей экономики. Ведь доля критичного импорта, то есть товаров, которые Беларусь сама не может произвести, составляет всего 12-15%. Остальное мы можем производить сами, при этом лучшего качества и по хорошей цене. Наша страна в период работы в Советском Союзе всегда специализировалась на изготовлении товаров для населения, и продовольствия, и легкой промышленности, и товаров, и так далее. И мы можем это делать, и нужно это все делать достаточно более энергично, что мы делаем до сих пор. Да, успехи есть, но в целом рынок мы свой теряем. На 25% увеличилось потребление импортных товаров. На 25% более 7 миллиардов долларов мы везли импорта. В том числе в продовольствии импорт составил 32%, а в непродовольственных товарах 64%. Это та черта, которая уже говорит о безопасности страны. Анастасия Стропко, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Итоги социально-экономического развития Брещена подвели на апрельском заседании облсполкома. Вопрос весьма актуален и требует пристального внимания и согласования дальнейших действий, чтобы решить проблемы там, где они есть, и поддержать положительную динамику в тех сферах, где сложности удается избегать. В первом квартале текущего года в области сложилась непростая ситуация по выполнению прогнозных показателей и заданий, установленных на 2014 год. Среди них есть как те пункты, выполнение которых идет согласно графику, к примеру, воловой региональной продукты и среднемесячная заработная плата, так и те, которые пока находятся в списке отстающих. И подобное положение дел не может вызывать опасений, так как итоги года во многом закладываются именно в его начале. И такой старт сложно назвать удовлетворительным. Глава региона Константин Сумар подчеркнул, что проблемные вопросы есть и в агропромышленном комплексе, в строительной и социальной сферах. Причин, которые спровоцировали подобное положение дел, немало, но большинство из них устранимы, при условии того, что у руководителей на местах действительно есть стремление изменить ситуацию в лучшую сторону. Тех же, кто не заинтересован в результативности деятельности того или иного предприятия или структуры, уже по итогам полугодия могут попросить освободить занимаемую должность. Мера радикальна, но порой необходимая для улучшения и ускорения темпов работы. Все говорят о том, что вырулить по всем направлениям, именно кто в течение 4 месяцев, кто в течение 5 месяцев, но ни один не сказал, что по первому полугодию где-то будет какая-то задолженность в плане выполнения прогнозных показателей тем или другим регионам. Поэтому я хотел бы, чтобы как раз мы это услышали сегодня. Не для того, чтобы услышать, еще раз хочу повториться, а чтобы оно было видно реально, насколько ваши слова не расходятся с делом. Ровно год назад в Беларуси был создан Государственный комитет судебных экспертиз. Его создание – один из этапов реформирования правоохранительной системы страны. Объединение лабораторий, судебных медицинских экспертов и экспертно-криминалистических подразделений произошло недавно. Но несмотря на то, что для подобных структур такой срок работы можно назвать небольшим, первые итоги реорганизации есть уже сегодня. И сделано немало. Сформирован штат у грамотных и опытных специалистов. Укомплектована материально-техническая база. Созданы комфортные условия труда. Улучшение главных показателей работы долго ждать не пришлось. Качество и оперативность проведения экспертиз – это то, чем сегодня может гордиться как весь Государственный комитет, так и его управление по Брестской области. Экспертами Брестской области выполнено более 30 тысяч различных экспертиз. Значительно снизились сроки производства экспертиз. В настоящее время превышение установленного нормативного срока проведения экспертиз в 30 суток рассматривается как чрезвычайное происшествие. Ранее отдельные виды экспертиз могли проводиться до полугода. Значительно улучшились показатели работы и по другим поднаправлениям. Стала вечную славой мгновенная смерть. Слова из поэмы Роберта Рождественского «Реквием» послужили девизом проекта «Россия и Беларусь. Единая история и единое будущее», организованного в рамках большой акции «Брестщины. Марафон мужества». Около 10 российских патриотов и ветеранов проделали огромный путь от Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Пскова, прежде чем оказаться в городе над Богом. Брестщане встретили участников акции в 38-й гвардейской отдельной мобильной бригаде. Обязательным для россиян участников марафона «Мужества» было посещение Брестской крепости. Это важно не только в рамках программы, но и лично для каждого марафонца. После Бреста им предстоит проделать по дорогам прошедшей войны путь до самого Берлина. По словам участников проекта, это мероприятие важно как дань памяти павшим. Но главная ценность состоит в сохранении исторической памяти и в преемственности поколений. Вы смотрите итоговую программу на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном и важном. Главные экономические события апреля, инвестиционный форум и международная многоотраслевая выставка-ярмарка «Брест Содружество» стали сосредоточением представителей деловых кругов из многих стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках бизнес-недели были представлены инвестиционные проекты в различных сферах, рассмотрены вопросы инвестиционного сотрудничества, эффективного развития партнерских связей и восстановления новых контактов. Одним из них стал договор о долгосрочном сотрудничестве между городами Брест и Новороссийск. Тему продолжит Виктория Драгобецкая. В минувшую пятницу в Брестском горизполкоме состоялся прием официальной делегации из Новороссийска. В рамках встречи представители местной власти подписали договор о долгосрочном сотрудничестве в сферах экономики, культуры, образования и спорта. В дальнейшем деловые партнеры планируют разработать программу совместных действий, которая после официального утверждения станет отправной точкой для долгосрочных и благотворных отношений. Кстати, договор о сотрудничестве стал логическим продолжением дипломатического диалога, который ранее установился между Брестским регионом и Краснодарским краем. Когда вот эти взаимоотношения начались выстраиваться между двумя регионами, возникла мысль, что два города, которые есть в Краснодарском крае и есть в Брестской области, и которые являются городами героями, а у нас Брестская крепость – герой, значит, было бы неплохо, чтобы были более углубленные связи. Отсюда пошла идея, потому что представитель Краснодарского края Белоруссии, он был мотором этого инициативы, потому что для того, чтобы принять это решение у нас, у нас немножко проще. У них это решение Думы. В рамках Брестской бизнес-недели официальная делегация Новороссийска приняла участие в инвестиционном форуме и международной многотыслевой выставке-ярмарке «Брест Содружество». Также с целью познакомиться, чем живет и дышит город, как организована работа промышленного комплекса и учреждения образования, россияне посетили ряд предприятий областного центра, а также некоторые учебные заведения, что позволило представителям Новороссийска совершать свое мнение о Бресте и о Брещанах. Мы посмотрели ваш город, были в Брестской крепости, посмотрели город, очень хорошее впечатление оставил город, чистота. То есть видно, что власть работает, люди очень порадовали, то есть в принципе хорошее впечатление оставилось. То есть в любом случае люди очень доброжелательные, что тоже отмечаем. Так что у нас есть там над чем работать совместно и я думаю, что все у нас получится. В следующий раз представители муниципалитета Новороссийска приедут в Брест на торжественные мероприятия, посвященные Дню города и 70-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С ответным визитом Брестская делегация планирует посетить город-герой Новороссийск в сентябре этого года. 28 лет назад произошла авария на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. С каждым годом события того апрельского дня становятся дальше в историческом и временном контексте. Но для тех, кто пережил катастрофу, жизнь навсегда разделилась на до и после. Для ликвидации последствий на место аварии были отправлены в срочном порядке милицейские подразделения со всей страны. Накануне в городе над Бугом у памятного знака сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, состоялся митинг, посвященный памяти тех берестейских милиционеров, которые уже в далеком 86-м не отступили перед грозным невидимым врагом – радиацией. Анастасия Стропко продолжит тему. Уже не одно десятилетие отдаляет нас от того дня, когда более тысячи сотрудников органов внутренних дел Брещены были отправлены охранять покой и обеспечивать порядок на территориях прилегающих ЧАЭС. Мужество этих людей и сегодня вызывает чувство восхищения и преклонения. Каждый из них понимал и осознавал, насколько опасна служба в подобных условиях. Но, несмотря на это, свято выполнял свой долг. К сожалению, радиация не пощадила никого. Неумолимо расширяется список тех, кому нельзя просто сказать спасибо. Тех, кому посвящена минута молчания. Но человек жив до тех пор, пока жива память о нем. Именно поэтому каждый год, несмотря на любые трудности и препятствия, ветераны приезжают в город над Бугом, чтобы принять участие в памятном митинге. Мероприятия идут не только в Бресте, но и по всей Брестской области. По всем райотделам милиции. Посещают на дому, собирают в райотделах, чествуют наших сотрудников, которые никто не бежал, как в сон-то бежали, дезертиров не было у нас. Все 1197 человек честно отдали свой долг родине. Люди, которые носят форму, они все принимали присягу, давали клятву на верность. И мы гордимся тем, что одинаково рядов были, остаются и будут всегда место подвига. Когда была Чернобыльская катастрофа, эти люди, командиры, личный состав, они не знали, к чему это приведет и как это будет. Они сказали, есть, и выехали к месту унесения службы. Участники тех событий – пример для молодого поколения. Пример мужественного, самоотверженного выполнения приказа. Пример беззаветного служения родине. А потому уже не первый год именно в этот день, в ходе памятного митинга, вместе с ветеранами в одном строю стоят молодые сотрудники органов внутренних дел, которые получили свои первые офицерские звания. На наш сегодняшний митинг, посвященный 28-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, мы пригласили как ветеранов органов внутренних дел, которые принимали участие в охране общественного порядка в зоне загрязнения, так и молодых сотрудников, которые получали первые офицерские звания. Это было сделано специально для того, чтобы молодые сотрудники, на примере ветеранов, которые самоотверженно и выполнили приказ по отправлению в зону загрязнения и охране общественного порядка, чтобы они видели, и это на всю оставшуюся службу послужило им примером. Заслуги участников ликвидации аварии на ЧАЭС, сохраняющих активную жизненную позицию, и после выхода на заслуженный отдых, также не остаются незамеченными. В ходе прошедшего митинга были вручены нагрудные знаки благодарности и грамоты тем, кто, несмотря на возраст и пережитые трудности, еще сохраняет бодрость духа и желание сделать этот мир безопаснее и лучше. Вы смотрели итоговую программу «Букинформе». Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 206367, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные, актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе «Прогноз погоды» на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Продуктивных вам выходных дней с добрыми новостями. До встречи в эфире. В ближайшие сутки, 27 апреля, большая часть территории Беларуси в основном останется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. В течение суток по Брестской области пройдут коротковременные дожди. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит 11-13 градусов со знаком «плюс». Максимальное днем будет находиться в пределах 17 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать. В понедельник в республике будет по-прежнему тепло. Погодные условия будут определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе и малоподвижный атмосферный фронт. Местами по Брещене пройдут кратковременные дожди в отдельных районах с грозами. Температурный фон в течение суток будет колебаться в пределах 12-16 градусов выше нуля. Атмосферное давление существенно не изменится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова